Добрый день, коллеги! Сперва, как всегда, мы проверяем звук, как у нас у всех работает техника. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте. Все в порядке, да? Спасибо. Приветствую всех. У нас очень большая команда сегодня на нашем мероприятии. И хочется сказать здравствуйте, коллеги, здравствуйте, партнеры и здравствуйте, гости. Я надеюсь, что к нам сегодня присоединились и гости. И, знаете, мы в таком этапе развития находимся, что по ощущениям хочется каждому из вас пожать руку и поблагодарить за то, что вы есть, за ту энергию, за те эмоции, за тот результат, который вы дали нам. Потому что вместе с вами, вместе с нами, все мы в такой большой команде. Проект Skyway сегодня вышел на скоростную трассу. Так бы мы могли назвать этот момент, который происходит именно сейчас, в данный момент, в развитии проекта. Поэтому действительно всем, всем, всем очень большая благодарность. И хочу сперва, чтобы вы прямо каждый у себя аплодировали и как-то взбодрились с тех результатов, которых мы сделали на сегодняшний день. Вы знаете, сегодня 15 число текущего месяца. И мы на сегодняшний день переступили те результаты, которые являются для нас самыми лучшими, успешными результатами в любых самых успешных месяцах. То есть сегодня мы этот уровень перепрыгнули. У нас впереди еще две недели до закрытия месяца, а еще впереди несколько дней для закрытия этапа. Поэтому ура, 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 мы все молодцы. Я надеюсь, что все аплодируют, у всех поднимаются эмоции. И мы получаем новый заряд, и мы готовы идти дальше и показать, что наши стратегические цели, они действительно реальны. И мы к ним двигаемся, двигаемся осознанно, двигаемся все вместе. Действительно прелесть, что мы есть, и что мы настолько успешно можем двигаться в это время. И благодаря тому, что происходит сегодня в компании, всем важным мероприятиям, только что большинство из нас вернулись с Берлина, с Инотранса в 2016. Как вы знаете, две подряд разные выставки совсем недавно произошли в Минске. Дополнительно новые выступления Рода Хука, уникальный человек, который наш проект несет по всему миру. Столько много поездок, наш Виктор Бабурин постоянно в дороге, постоянно в самолете, постоянно в встречах. Столько интереса к проекту. Такой активный период настал, что все эти события, конечно, нас сдвинули. И сдвинули с места, и сдвинули именно на вот эту скоростную трассу. Я бы хотела, чтобы мы все поняли, что мы давным-давно уже оторвались от земли. И мы вышли на следующий уровень, и мы идем полным ходом. Наш поезд тронулся. Тронулся давным, но на данный момент он набирает уникальную скорость. И мы все в нем, и мы двигаемся к очень серьезным целям. 2016 год вообще был уникальным годом для нас. Мы это осознали в тот момент, когда встречали этот год. Но мы очень-очень ждали октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года. И вот мы дождались, мы приходим к тому, что мы меняем этапы, мы меняем стратегию или улучшаем, расширяем, можно сказать. И мы выходим уже на свой экотехнопарк. Поэтому где еще сегодня быть, как не в Скайвее? Это самый-самый интересный момент в жизни, в мире, который происходит. Поэтому радуемся, что мы и здесь, и, конечно, продолжаем приглашать новых людей. Но в это время, когда все идет в такой скорости, наверное, очень важно не пропустить два самых важных события, которые касаются нас всех. Поэтому основная тема сегодняшней нашей встречи – это, конечно, с гордостью закрыть седьмой этап развития и перешагнуть уверенно на седьмой этап развития. Как мы все знаем, 17 октября в 23.55 минут по московскому времени идет смена этапов. Мы переходим на новый этап, и, естественно, вместе с переходом на этап у нас появляются новые возможности, у нас приходят какие-то изменения, и мы готовимся к этому. И, знаете, готовимся, наверное, с волнением. Как интересно, последние дни, встречаясь с людьми в живых эфирах и также через интернет, постоянно чувствуется вот эта спешка, это желание еще успеть, еще сделать, и результаты, конечно, показывают, что мы все сделаем. Но давайте настроимся на то, что у нас впереди еще три прекрасных дня. Три дня седьмого этапа. Седьмой этап сам по себе был уникальным, по-моему, один из самых интересных этапов во всем развитии. И он действительно всему миру доказал, что проект SkyWay, наша технология, она реальна, она существует, она уже сделана, и можно сказать, что она вот-вот-вот и поедет, сдвинется по нашим рельсам. Поэтому следим все за этим процессом, но в это время продолжаем следить за теми инструментами, которые нам даны, чтобы успешно идти дальше. Поэтому три дня, три дня, коллеги, действительно работаем. Еще раз ответ тем, у которых вопрос, что с 17-м числом, то есть с 17-го числа все платежи, все заказы наших существующих программ и предложений, они актуальны по условиям седьмого этапа. Те люди, которые выбирают переводы, которые не решаются моментально, то есть используют свифт и перечисления, вам дано время 17-го числа делать свои последние платежи, последние инвестиции, потому что финансовый отдел компании будет эти документы обрабатывать еще в течение недели. То есть у нас есть окончательная дата для обрабатывания документов 24-я. Поэтому спокойно, без лишних эмоций, до 17-го числа работаем очень спокойно. Поступали уже звонки вчера, ой, мы не успели, в 17-го уже поздно. Нет, коллеги, в 17-го все еще у нас в силе. Наш кабинет полностью отражает седьмой этап, все возможности, и ими можно пользоваться до 23-55 минут по московскому времени. Хочу напомнить просто, что эти лучшие условия, это на данный момент лучшее предложение, которое есть. И наверняка все-таки таких условий больше не будет. Поэтому три дня – это очень активное время, когда, во-первых, позаботиться о себе, позаботиться о своих близких, позаботиться о партнерах своей команды, и со всеми проработать, и, конечно, еще успеть проинформировать новых инвесторов, которые какое-то время, может быть, сомневались и еще не принимали решений. Сегодня и на некоторых слайдах я покажу разницу в цифрах, для того, чтобы вы полностью увидели тот момент, который решает сегодня многое, что, может быть, не все, но очень многое решает именно сегодня. Если переходить к восьмому этапу, то здесь у меня отдельное пожелание и информация для вас. Восьмой этап, он тоже чем-то будет очень удивительным. Он может быть одним из самых коротких этапов во всем промежутке, в котором мы вместе сотрудничаем. Поэтому, коллеги, мы, конечно, сегодня, завтра, послезавтра закрываем седьмой этап, но восьмой этап у нас в силе со вторник, с 18-го числа. И некогда нам сидеть и размышлять, как мы будем жить в восьмом этапе. Учитывая то, что это может быть очень быстрыми шагами переход на следующие этапы, восьмой предлагает очень интересные возможности как партнерам, так и инвесторам. И поэтому с этими возможностями нужно знакомиться, изучить их, взять эти инструменты как можно быстрее. Я бы хотела сказать, что вам дана одна ночь на изучении с 17-го по 18-е. Учимся, рассматриваем. И с 18-го числа полная отдача, работаем на восьмой этап. Почему? Потому что он очень коротк. И как мы уже привыкли, и нам уже стоит привыкать к тому, что переход будет все чаще и быстрее, то каждый переход нам дает, напоминает о двух важных моментах. Первое, то, что мы очень быстро двигаемся к основному результату, то, что мы все ожидаем, полную сертификацию и полный запуск всех наших направлений, всех наших линий, и каждый этап должен сперва нас радовать тому, что это подтверждение тому, что мы идем к цели. Прекрасно. А второй момент, что каждый новый этап, он уменьшает наши риски, но он уменьшает и общий дисконт. И поэтому все, что можно сделать сегодня, не откладываем на завтра. Все, что можно сделать в первые дни восьмого этапа, не откладываем на потом, потому что девятый этап вас может удивить неожиданно. Поэтому просто готовимся, но очень активный, интенсивный рабочий режим. Первое, что я хочу сказать по поводу восьмого этапа. Давайте самого-самого хорошего. Столько вопросов и столько желаний быстрее и быстрее убедиться в том, что компания предлагает. Первое, все наши инвесторы с определенным стажем, стажем 2014-2015 года, все, кто выбрали специальное предложение по дисконту 1к600, эти программы остаются в силе. Вы спокойно продолжайте как их и выплачивать по графику, так и приобретать изново. То есть я вас поздравляю, все, кто владеет специальным предложением компании 1к600, эти условия вам, как почетным инвесторам, остаются на данный текущий новый этап. Второе самое главное, о чем... Да, спасибо за эмоции, я действительно надеюсь, что я вас всех обрадовала, но не должны были мы в этом сомневаться, потому что это было обещание компании. Мы стараемся не только давать обещания, но их и выполнять. Второй самый главный момент, о котором многие волновались, будут ли сохраняться рассрочки. Естественно, да. Мы весь восьмой этап работаем также с нашими любимыми привычными программами, которых можно реализовать по графику выплат, то есть рассрочки. И все, кто за эти последние дни еще сегодня, завтра, послезавтра успеют открыть себе хоть одну новую программу по рассрочке, вы получаете эту уникальную возможность закончить эту программу по условиям седьмого этапа. Вот действительно обратите на это внимание и воспользуйтесь этим шансом. Это шанс, который вот вам еще дан на три дня. Делайте калькуляцию, расчет в своих кабинетах, в своих портфелях. Мы знаем, что у нас всегда серьезные цели. Начинающим инвесторам как минимум идти к стратегии 1 миллион своих личных акций. Те, которые с опытом мы эти цели завершаем, то есть у нас и 3, и 5, и 10, и больше. У нас очень серьезные инвесторы. Поэтому все, что можно для себя хорошего сделать, у вас на это еще три дня. Потому что условия седьмого этапа полностью будет сохраняться для этих программ в течение всех 10, 9, 8 месяцев, в зависимости от того, какой режим выплат вы использовали. Теперь партнерская команда. Действительно, мы остаемся в нашей системе. Мы будем работать по тем же условиям маркетинга. И не надо ожидать каждый новый этап с волнением, что чего-то вам кто-то собирается отнимать. Я вас поздравляю. Основной маркетинг остается в силе. То есть все проценты, у нас шикарные проценты, шикарная возможность работать с командой, работать в ширину, работать в глубину. Все эти условия остаются. Есть один нюанс. Это разные экстра-бонусы, дополнительные выплаты, дополнительные подарки. У нас они всегда существовали, и они будут существовать и в восьмом этапе. Но на получении экстра-бонусов или экстра-денежных бонусов, или экстра-подарков каких-то будут новые условия. Поэтому с условиями будем постепенно знакомиться. И, может быть, самый главный акцент, который сегодня важен для всех, потому что у вас есть время еще сделать правильное решение, это двойная оплата. С восьмого этапа на наши основные стандартные программы закрывается возможность двойной оплаты. Это остается в силе до конца этого этапа и остается в силе на тех программ, которые в последние дни седьмого этапа еще открыты. Так, перескочила. Да, значит, пора двигаться дальше. Будут новые возможности для инвесторов и будут дополнительно новые возможности и для партнеров. Теперь конкретное обращение уже к нашим программам. Очень быстро мы пройдемся по программам. Хочу начинать именно с одноразовыми платежами. Коллеги, это тот период, когда эти программы становятся очень актуальными. Если раньше у нас основной, может быть, такой самый любимый платеж был 50 долларов в месяц, то сегодня мы знаем, что у нас каждый день проходят инвесторы, которые пользуются этими шикарными предложениями, с самыми высшими дисконтами. И нужно на это обратить внимание. И главное, нужно принимать эти программы как себе понятные и начинать с ними работать. Хочу сделать некоторый акцент. Давайте возьмем для примера программу одноразовое вложение 10 тысяч долларов. Мы видим предыдущий результат 3 миллиона 250 тысяч акций. И видим новый результат этого пакета в восьмом этапе. Это 2 миллиона 650 тысяч акций. Знаете, вот только на этом сравнении можно сказать, не сделав выбор в правильный момент, вы теряете возможность одного дополнителя, даже больше, чем одного дополнительного миллиона акций. Это очень существенная разница, не говоря уже про более высоких инвестиций. А на пакет 5 тысяч долларов хочу сделать акцент и сказать, что он становится поседневным пакетом. Это то время, когда этот пакет, он действительно становится очень актуальным. И это правильное время за одноразовую инвестицию приобрести акций больше 1 миллиона. То есть за очень короткое время реализовать такие серьезные цели. Не забываем, что к этим пакетам у нас остается уникальная возможность приобрести еще эксклюзивное дерево, которое весной, естественно, наши инвесторы и мы как партнеры все сможем посадить каждый еще раз свое дерево. Двигаемся дальше. Наверное, самое приятное, если вернуться к основным большим пакетам, все-таки показать, что почти тот же самый результат можно достигать, планируя свои инвестиции. Обращайте внимание, и здесь вот еще раз акцент на программу 10 тысяч и 5 тысяч. Если это делать по графику выплаты, это ежемесячные платежи на 1000 долларов и на 500 долларов. Эти суммы становятся доступными и становятся тем инструментом, с которым мы сегодня можем работать каждый день. Но результат уникален. Обратите здесь внимание на дисконт. В этих программах на 500 и 1000 долларов у нас в новом этапе рабочий дисконт будет 230-255. То есть это очень высокий дисконт. На сегодня это был, ну, мы уже работали с выше дисконтом, но на восьмом этапе это будет ходовой дисконт. Это очень хороший показатель, потому что в целом уровень дисконта понизился на 20-25% в этой смене этапов. Это ощутимые изменения. И смотрите, если сравнить здесь программу 500 долларов в течение 10 месяцев на седьмом этапе, которая дает 1 миллион 350 тысяч акций, и результат восьмого этапа, те же средства вам приносит пакет 1 миллион 150 тысяч акций, то разница очень прилична недвижимости. Вот здесь, наверное, самое главное понять, что можно потерять, если еще лишние дни думать и принимать решения. Для многих партнеров это доступно. Наши доходы многим нашим партнерам позволяют инвестировать 500 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц. У нас есть партнеры, которые больше 1000 долларов в месяц регулярно, постоянно инвестируют. Показывайте эти примеры и делайте сами, учите своих партнеров выбирать эти программы. Они становятся очень-очень интересными, и я их называю рабочими. Это тот инструмент, с которым мы выходим сегодня к инвестору. Сохраняются у нас наши любые пакеты, то есть наш основной инструмент, с которым любят работать все, и наш любимый сеньор, и стабильный, и бизнес. И что могу сказать здесь? Наверное, самая главная рекомендация, не пропустите возможность еще сегодня приобрести бизнес-пакет 200 долларов на 9 месяцев. В общем результате 549 тысяч акций. Потому что мы чувствуем эту разницу, которая сегодня. И действительно, коллеги, это один из самых лучших пакетов седьмого этапа. Поэтому сегодня тот день, когда каждый из вас просто берет его в себе в подарок. Пользуемся этим. В новых пакетах мы видим разницу в цифрах. Сегодня, может быть, это не самый главный нюанс, именно сколько вместо тех акций будут новые акции. Здесь важнее сам принцип, который меняется в этих пакетах на восьмом этапе. Мы на всех четырех пакетах можем иметь дополнительный бонус. Мы привыкли его получать с двойным платежом. Теперь делаем новый акцент. Да, у нас здесь сохраняется дополнительный бонус. И он прекрасен. Там и 5 тысяч акций, и 8, и 40, и 63 тысячи акций. Это существенный бонус, который стоит взять, если компания предлагает. Но использовать этот бонус можно или получить только одним выполнением одного условия. Условие – это привлечение двух новых инвесторов, которые завершают инвестицию, начиная с 25 долларов. Я думаю, очень доступные условия. Все могут с этим работать. И знаете, где здесь плюс? Плюс в двух аспектах. Этот дополнительный бонус дается как партнерам, так и инвесторам. А если к вам приходит инвестор и выбирает один из этих пакетов, то вы начинаете работать с его рекомендацией для того, чтобы этому клиенту помочь еще оформить двух дополнительных инвесторов. То есть всем хорошо. Новым инвесторам хорошо. Вашему инвестору, который получает экстра-бонус, серьезный пакет акций. И естественно, вам как партнеру хорошо, потому что этим вы или увеличиваете в текущем пакете количество своих акций, или просто имейте новых инвесторов, которые на следующие 8, 9, 10 месяцев приносят вам постоянный доход. И кто его знает, насколько еще сильное развитие в вашей команде. Потому что каждый новый человек – это новая возможность, это новый сюрприз в нашей команде. Коллеги, работаем с этим программами и работаем над тем, что да, есть один маленький нюанс. В течение первых 30 дней по оплате этих программ можно работать над получением этого дополнительного бонуса. Двигаемся дальше. Сохраняются у нас, остаются детские пакеты. Также по такому же процентуальному соотношению поменялся дисконт. Но хочу тоже сделать акцент на эти программы именно сегодня еще и в будущем также, потому что в детских пакетах тоже вложен специальный алгоритм. Они рассчитаны на то, что для компании это долго работающие средства, а для молодого потенциального партнера и инвестора это очень хорошее будущее. Поэтому все сегодня родители, бабушки, дедушки и все хорошие люди, которые хотят помочь детям, пожалуйста, выбирайте эти пакеты. В них очень хороший дисконт вложен, как я говорю, алгоритм с дополнительным расчетом и суммы всем доступны. Поэтому сегодня за три дня это одни из самых лучших пакетов. В нашей корзине лучшие пакеты седьмого этапа входит и детские пакеты. И в восьмом этапе они также сохраняют свой специальный алгоритм. Поэтому продолжаем работать. Притом открытие пакетов несложно, вы это делаете через свой кабинет, вначально свое имя и только по завершении платежей начинается оформление документов, где участвуют документы и подтверждения и вас, как плательщика, так и ребенка, который в дальнейшем будет владеть этим пакетом. Ну и супер новость для партнеров, что сохраняется. Были много вопросов и было волнение, будет или не будет. Нет, это специальный пакет для партнеров, который выбирается только с бонусного счета. Да, они есть сегодня, они сохраняются на восьмой этап. Сегодня, о чем мы, где мы делаем акцент сегодня? Именно о том, что до конца седьмого этапа мы стараемся со своего бонусного счета выбрать хотя бы один себе самый подходящий пакет, который имеет тоже дополнительный дисконт. Видите, здесь на пакете 1800 долларов, даже дисконт 316. Это очень высокий дисконт на вами деланную инвестицию. Поэтому не пропустите эти дни именно как партнеры, как люди, которые постоянно имеют бонусы на своих счетах. Откройте свои кабинеты и посмотрите, сколько пакетов у вас сегодня получается. И обязательно какой-то из них выбирайте. Но приятная новость тем, которые собираются с нами активно сотрудничать, что эти пакеты остаются и нам как партнерам всегда даются какие-то дополнительные возможности. Но кроме всего, что мы имеем и знаем, у нас придут и новости. К нам возвращается программа «Инотранс». Многим эта программа понравилась. В ней есть вот эта та позитивная мотивация и те эмоции, которые связаны с Берлином, с появлением наших юнибусов и юнибайков. Поэтому, когда читаем одно лишь название «Инотранс», сразу хочется улыбаться и мотивация поднимается, потому что это было уникальное мероприятие, и мы его не можем так быстро забыть. Поэтому под ощущением «Инотранса» идем дальше и продолжаем инвестировать. Трехшаговая программа. Каждый шаг... Интересно. Каждый шаг на тысячу долларов дает нам все больше и больше акций в конкретной инвестиции, в конкретном пакете. И есть маленький, но интересный нюанс с этим пакетом, что приобретая, выбирая первую инвестицию, наш инвестор получит дополнительный подарок. Это абсолютно новый памятный сувенир в виде жетона с новым дизайном. Он именно в данный момент разрабатывается. И поэтому всем будет интересно при первой инвестиции получить этот дополнительный подарок. Как именно? Именно в виде подарочного сувенира. Ничего другого не придумаем, но понимаем, что мы пришли на долгое время, и в какой-то момент это все будет историей. И в истории будет интересно быть владельцем такой особенного сувенира от компании. То есть «Инотранс» к нам возвращается с 18-го числа. И у нас совершенно новая программа. Новая программа «Бизнес-старт». О ней отдельно будем еще говорить на наших бизнес-встречах. «Бизнес-старт» – это программа для быстрого старта, быстрого прихода в нашу команду, успешного старта и хорошего развития. Сама программа вам показывает, что это 300 долларов в течение двух месяцев. Очень короткая рассрочка, но реально в ней спрятана совершенно другая возможность. Это одноразовый платеж на 600 долларов и дает 99 тысяч акций. Я думаю, новому человеку, который только что к нам присоединился, сделать такой шаг, приобрести сразу неполных 100 тысяч акций – это очень приятно. И главное, что с этой программой мы очень быстро двигаемся дальше по карьере, об этом мы дополнительно еще поговорим на рабочих встречах. Поэтому новая программа по стандарту 75 тысяч, но с правильным подходом к механизму программы – это 99 тысяч акций за 600 долларов как одноразовые инвестиции. Ну и, наверное, кульминация восьмого этапа – это новые три пакета для партнеров. Я вас всех поздравляю. Компания для вас приготовила уникальный подарок – это программы «Мультипликатор», тоже с выбором на три постоянные инвестиции. Инвестиции на 100 долларов в месяц, инвестиции на 250 долларов в месяц или инвестиции на 500 долларов в месяц, рассрочка на 10 месяцев. В результате чего? Кроме того, что вы приобретаете шикарные пакеты акций, 140 тысяч, 475 тысяч или 1 миллион 150 тысяч акций, дополнительно вы получаете 1, 2 или 3 процента дополнительных акций со всего портфеля, которым вы владеете на данный момент или, точнее говорить, на тот момент, когда вы закроете выбранный пакет «Мультипликатор». То есть в тот момент сперва вы делаете выбор, какой из этих пакетов вам подходит на 100, 250 или 500 долларов платежей в месяц. И в тот момент, когда вы закрываете эту программу, вам к этим новым приобретенным акциям и всем тем акциям, которые у вас находятся в кабинете «Капитал», добавляется дополнительно 1 или 2 или 3 процента в зависимости от того, какой пакет вы выбрали. Процент акций. То есть вы уникальным способом увеличиваете свой общий портфель. Я хочу поздравить всех тех людей, которые пришли в проект с начала этого года, потому что это будет и уникальная возможность для вас. Все, кто дольше в проекте, имели некоторые другие подарки и изюминки и радуется ими и пользуется до сих пор. Но все, кто пришли с начала этого года присоединились к проекту, для вас это особенный подарок от компании, поэтому изучите его, пользуйтесь и радуйтесь тем, что вы можете с этим достичь. Сегодня мы проходим очень быстро эти программы, но хочу обратить ваше внимание. Следующая неделя для того, чтобы мы изучили все нюансы, рассмотрели каждую программу, каждый дисконт, новые юридические документы. Мы употребляем такой новый термин, как новый продукт в наших кабинетах. Под это имею в виду, что наши инвестиционные программы будут оформляться с новыми юридическими документами. Это все нужно изучить, понять и принять. Поэтому у нас будут два специальных вебинара на следующей неделе, где мы этим и будем, как говорится, будем учиться и разбирать все эти нюансы. Предлагаю 17 октября, то есть понедельник в 19 часов подсоединиться к моему вебинару. Это наша рабочая встреча, мы в ней будем изучать все преимущества маркетинга, изменений в нем, новые пакеты, новые дисконты и как с какими комбинациям каких пакетов быстро двигаться по карьерной лестнице, достигать правильные статусы и получать максимальные бонусы, которые маркетинг-план компании предлагает. 20 октября в 19.00 на специальном вебинаре, то есть по стандартному графику, но тема будет специальная, да, на правовом вебинаре Владимир Маслов будет разбирать все юридические документы. Отдельно новый пакет документов, который прилагается каждому инвестору, отдельно пакет документов, который оформляется и прилагается к пакетам детским, то есть все, что связано с юридической документацией и оформлением и заказом документов, все это в четверг, поэтому у нас специальные рабочие встречи. А для того, чтобы узнать все самое лучшее, что происходит в проекте на текущий момент, мы предлагаем всем приехать на европейский форум, который пройдет в Латвии, в Юрмале. Я думаю, что Юрмал, город, вы все слышали, я рада вас принимать, я вместе со своей командой организую это мероприятие. И европейский форум в Юрмале происходит 22-23 октября, то есть всех приглашаем и теперь немножко об этом форуме. Компания поменяла стратегию и предлагает теперь где-то два раза в году всем партнерам и также новым инвесторам посетить эти мероприятия. Они будут удобно организоваться в разных местах для того, чтобы всегда все, кто желали, могли присоединиться. То есть в ноябре мы готовим такое мероприятие в Самаре, а в октябре мы вас приглашаем в Юрмалу на европейский форум. Эти мероприятия у нас двухдневные, это уже говорит о том, что совершенно новый подход. Это и презентационные дни, и информационные дни, и рабочие дни. Это и для партнеров, и для инвесторов. Поэтому первый день, я считаю, что это одна из лучших, наверное, форма презентации новым заинтересованным людям о нашем проекте. Весь первый день будет посвящен проекту Skyway. На этом форуме выступает весь директорский состав. У нас приезжают гости из Минска, у нас выступает Виктор Бабурин, у нас будут совершенно чужие, незнакомые и до сих пор вам еще гости. У нас на второй день будут выступления наших лидеров. Мы будем делиться опытом, и, конечно, новые репортажи и все актуальные текущие моменты, которые, ну, сегодня происходят каждый день в компании. И узнать это первым, и еще в общем настроении, в общей команде, ну, это прелесть. Поэтому сегодня в кабинете вы можете зарегистрироваться еще на это мероприятие. Вход для партнеров. 25 долларов на двухдневное мероприятие. Вход включается в наши конференции, включается кофе-паузы и совместный ужин с прекрасной программой музыкальным оформлением, я бы так сказал, для общего хорошего настроения. Гостей мы приглашаем только на первый рабочий день. Гости наши приходят за стоимость 7 долларов. Каждый партнер в своем кабинете может и должен зарегистрировать своих гостей и приобрести, как говорится, вход для своих гостей. Самое лучшее было бы, если вы их зарегистрировали по имени, фамилии. Если вам сегодня это еще не ясно, как я говорю, регистрируйте на себя 2, 3, 5 или 7 билетов, сколько гостей вы приглашаете. И, как говорится, под именем номер, ваше имя номер 1, ваше имя номер 2, вы берете несколько таких доступов, как говорится, к этому мероприятию и приглашайте гостей. То есть регистрируем. Сегодня очень важно, чтобы вы провели регистрацию и оплату на это мероприятие. Всем, кто остается в гостинице Юрмала СПА, то есть мероприятие происходит в Юрмале, так и называется, отель Юрмала СПА. Все, кто остается и проживает в этой гостинице, мы продолжаем и вечернюю развлекательную программу, которая входит в те же самые стоимости. Тем, кому удобнее оставаться у друзей в своих домах или где-то в других гостиницах, вы сможете посетить вечернюю программу дополнительно на месте, оплатив 15 евро. Теперь насчет регистрации или бронирования номеров. Все бронирование в данный момент проходит через нашего, скажем, менеджера, поэтому вам дан booking резервации адрес. Это имейл нашего партнера, который размещает всех наших гостей, так как все оставшиеся номера в гостинице забронированы на нашу команду, на нашу компанию. Размещение по номерам. Одноместный номер 56 евро оплачивается на месте, но резервацию вы должны сделать, прислать на одесса-4.inbox.lv на этот имейл. Дополнительно двойной, да, двухместный номер 70 евро, бизнес-номер улучшенный 84 евро на двух персон. Стоимость также входит в кофейная пауза, то есть полный комфорт. Поэтому, дорогие коллеги, не пропускайте такую возможность. Встречаемся все в Юрмале. Конечно, прибытие всех наших представителей разных стран, городов и регионов, можно сказать, без вас мероприятий вообще не может произойти. Поэтому ваше прибытие – это само собой. Я не говорю про развлечения. Кстати, все время не читаю вашу информацию, чат, но увидела, что не нужно развлекаться. Я вас не приглашаю развлекаться. Я вас приглашаю очень серьезно работать два дня, но работать в очень хорошем настроении. И все-таки в жизни существует одно правило – кто хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. И отдых – это не развлечение. Отдых – это нужен нам каждому, чтобы завтра проснуться и делать двойной результат. И у нас очень серьезные цели. Поэтому, друзья, без хорошего, качественного отдыха мы никуда не продвинемся. В один день мы можем сломаться. Поэтому, друзья, сперва нужно работать и нужно совместно и набирать силы для следующих рабочих этапов. А этапов у нас еще достаточно много и серьезных. Мы продолжаем свое сотрудничество, свое партнерство еще долгое-долгое время. Поэтому я вам говорю, просто делаем это. Just do it. Это все легко и просто. Учитывая того, что мы уже сегодня имеем. Практически каждый, кто был в Берлине, уже посидел в нашем юнибайке. Мы уже покрутили педаль. Мы поняли этот драйв. Мы поняли эти ощущения. Поэтому, друзья, мы просто должны встретиться в данный момент. Через месяц в Самаре мы все там будем. И следующей весной, конечно, в нашем экотехнопарке. А сегодня, да, делаем результаты. Заканчиваем седьмой этап. И понедельник встречаемся на рабочей встрече, чтобы обсудить все нюансы. Наверное, здесь было много вопросов. Все нюансы по программам, пожалуйста, на рабочих встречах. Я отвечу на каждый ваш вопрос. Проверю, просмотрю их и сегодня в нашей встрече. А теперь передаю слово нашей коллеге Ирине Волковой. Коллеги, всем добрый день, доброе утро. Пожалуйста, кто-нибудь один подтвердите, в порядке ли все со звуком. И мы продолжаем. Отлично благодарю вас. Всем прекрасного, замечательного настроения. Коллеги, мое продолжающее организование организационных вопросов по нашей работе, по нашему сотрудничеству. И я хотела бы обратиться сегодня. Я вижу на площадке у нас много новых людей. Но сегодня мое обращение не просто к наблюдателям, не просто к нашим инвесторам, а к нашим активным и очень активным партнерам. Немного статистики я скажу вам о том, что буквально за седьмой этап, за седьмой период мы проделали очень большую работу. Коллеги, седьмой этап просто вот пролистнулась как одна страница, как один миг. С понедельника начинается восьмой этап. На сегодняшний момент что сделано? На сегодняшний момент у нас работают 93 страны, активных наших сотрудников, партнеров, наших инвесторов. И каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день приходит колоссальное количество писем. У нас более чем на 10 языках мира проводятся ежедневные вебинары онлайн. У нас еженедельно проводятся оффлайн мероприятия. И я хотела бы отметить в своем выступлении только три основных пункта. И еще сказать для вновь прибывших людей, особенно сейчас, после двух серьезнейших мероприятий, презентации в Берлине и в Минске, наша команда увеличивается. И коллеги, пожалуйста, обратите внимание. На нашем сайте skywaycapital.com есть страница наших региональных лидеров. Сейчас я по-прежнему обращаюсь к нашим активным партнерам. И вы видите, что у нас есть расписание. Обратите внимание, расписание ближайших оффлайн-презентаций. Когда вы кликаете эту ссылочку, у вас открывается расписание, и вы можете увидеть это расписание в своем городе, в своей стране, там, где вы живете. Вы можете ознакомиться, посмотреть. Пожалуйста, учитывайте этот момент. Также заходите на нашу таблицу расписания онлайн-вебинаров. Вы будете в курсе всех мероприятий. Мы не будем сегодня останавливаться на этом. Но я хотела бы отметить также, что там, где вы проживаете, возможно, вы только что недавно подключились к нашему проекту. Есть все телефоны-координаты наших региональных лидеров. Пожалуйста, звоните, знакомьтесь, встречайтесь. Все наши региональные лидеры-представители – это люди, которые с душой работают, с душой относятся к нашему проекту, которые с удовольствием ознакомят вас и ваших друзей и знакомых на своих оффлайн-мероприятиях. Пригласят к себе, возможно, в офис на свои мероприятия, ознакомят вас и ваших друзей со всеми нашими новостями. Что очень важно, вы уже услышали, что 93 страны – это говорит о том, что у нас очень много иностранных региональных лидеров. И я сегодня хотела публично также поблагодарить всех наших региональных лидеров, всех наших региональных спикеров, которые работают и на своем родном языке практически держат все информационное поле в своем регионе. На сегодняшний момент наши региональные лидеры, как я уже сказала, делают большую работу, но у нас также есть специальный отдел иностранных переводов, которым руководит Эва Стенман, наш руководитель этого отдела, и к которому вы также можете обратиться. На чем я хотела сделать акцент? Уважаемые друзья, уважаемые партнеры, мы также на сегодняшний момент заинтересованы в том, чтобы привлекать и новых региональных лидеров по-прежнему. Но я хотела бы сказать о том, кто является нашим региональным лидером. После такой взрывной презентации в Берлине на сегодняшний момент очень много людей, которые не совсем понимают свои полномочия. Коллеги, поэтому наши активные партнеры, наши активные инвесторы, которые делают дополнительную работу в своем регионе, на своем родном языке, если это региональный регион, район. Поэтому, коллеги, вы работаете, делаете дополнительную работу как спикеры. Вы занимаетесь организацией проведения дополнительных оффлайн-мероприятий в своих регионах. Конечно, вы заинтересованы и построением своих собственных структур, вы заинтересованы в дальнейшем образовании команд, и вы обслуживаете без исключения все структуры в своем регионе. Еще раз напоминаю, мы фонд инвест-проводящей структуры. Поэтому, коллеги, все вопросы, которые касаются адресных проектов, инициации различных школ, вот сейчас непосредственно целая череда писем, связанных с адресными проектами, кто их может инициировать. Коллеги, сейчас после меня будет выступать Сергей Сибиряков, и также уточнит этот вопрос, и расскажет, кто непосредственно может этим заниматься, какие люди, какие шаги можно делать и так далее. Сейчас я обращаюсь к региональным лидерам, и хочу напомнить, что основным полномочием, которым располагают наши региональные лидеры, это работа по привлечению инвестиций в регионах. Поэтому, коллеги, с понедельника начинается новый этап. Изменение этапа, изменение дисконта, изменение программ-пакетов, бонусных вознаграждений с возможным изменением и продвижением по статусу. Это все мы уже с понедельника подробнейшим образом изучаем на наших рабочих встречах. Мы начинаем также новый формат Инета Анжена об этом сказала наших мероприятий. И я просто еще раз напомню даты. 22 и 23, прошу прощения, октября мы встречаемся в Юрмале. И это новый формат рабочих встреч именно для партнеров, для всех лидеров. Это обучение, это серьезная работа, и это обязательно условия для всех, для работы. И также Самара, 26-27 ноября. Коллеги, но у нас также помимо этого ведется колоссальная работа в экотехнопарке. И, конечно, всех интересует, что же произошло или что происходит сейчас после двух очень грандиозных событий в Берлине и в Минске. У нас следуют следующие мероприятия, которые будут в Минске, и о котором сейчас также расскажет Сергей Сибиряков. Не задерживая далее внимания, я сразу передаю ему слово. И все, что касается работы наших партнеров, все, что касается работы наших региональных лидеров, я говорю, что добро пожаловать в нашу большую команду, в нашу семью. И, коллеги, всего хорошего, мы всегда на связи. Сергей Сибиряков, я передаю вам слово. Спасибо. Спасибо. Друзья, как видно, как слышно. Отлично. Ну вот, друзья, знаете, так и хочется сказать, что мы с вами шли-шли-шли к определенным там событиям, и сейчас вот они происходят... Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компании SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках внедрения прорывных транспортных технологий. Только что завершите... Лучше вот эти вот фотографии, одну из которых я скидывал, к которой вчера новость пришла, вот, прям вот ее поставить, и это основное, о чем можно вообще сегодня, как бы, говорить, друзья. То есть, сегодня уже, когда доведение новостей приходит к тому, что мы комментируем то, что приходят репортажи... Ну вот, друзья, сейчас, видите, это основное то, что сейчас происходит в Экотехнопарке, начался монтаж путевой структуры. Вот, были репортажи на прошлой... Позапрошлой неделе было интервью с руководителем КБ путевой структуры, но все это, друзья, воспринималось, как, что где-то какая-то работа идет. Понятно, что пока это не смонтировано в Экотехнопарке, пока по нему сверху и снизу не едут юнибусы, юнибайки, юнилеты, это все выглядит как-то абстрактно. И как раз это очень то, что напрягало Юницкого всегда, как инженера, потому что происходит колоссальная работа, но эта работа скрыта. То есть, и вообще, друзья, то, что мы сейчас с вами подходим к этапу, когда седьмой меняется на восьмой этап, это фактически середина всего проекта Экотехнопарка, потому что всего расписано 15 проектов, и фактически мы сегодня переходим вот ровно в половину. И, к сожалению, друзья, это не в укор будет сказано очень многим. Вы, как инвесторы, вправе всегда просить большего, увидеть больше, увидеть интересного. Но поверьте, не то что, а поймите, что работа, которая велась предыдущие три года, год, даже вот этот последний, она в основном на уровне специалистов, экспертов, технологов. Ведь для того, чтобы нам все постоянно задают вопрос, особенно Юницкому, когда вы сделаете, смонтируете путевую структуру, когда по ней поедет подвижной состав, когда вы дадите скорости. Друзья, и всегда это вызывает раздражение у Юницкого, потому что надо понимать колоссальный объем работы, который сегодня происходит. Мы чуть больше года назад зашли в Экотехнопарк. Сегодня это действительно площадка, сад, где тысячи деревьев, красивая трава, где пруд, где строится четыре новых разновидности трассы. Мы об этом тоже сейчас поговорим. И для того, чтобы сейчас начать монтировать путевую структуру, для этого полгода велась интенсивнейшая работа. То есть она проектировалась, заказывались металлы, отрабатывалась оптимальная схема, отрабатывались технологические нагрузки, как все это будет. Ведь это же не просто, друзья, приехал и поставил. Ведь там нагрузки одна десятитысячная, если вы помните, если для кого-то их говорит, это нагрузки в разы выше, чем в бантовых мощнейших мостах. Потому что внутри предварительно напряженные струны. Это сложнейшая конструкция. И сказать, что ее за полгода изготовили, привезли. Так вот, друзья, сейчас, вчера, я когда увидел фотографии, это наш подарок, скажем, к телемосту, к смену этапов. То есть, когда Юницкий именно сейчас показал, и показал, что все начался монтаж. Друзья, теперь мы каждый день будем с вами видеть, как увеличиваются новые фермы, увеличивается продолжительность этого пути. Именно вот этого разгонного блока, потому что первый километр, который сегодня строится, это разгонный этап для строительства. То есть, вот, видите, прям вчера только привезли с мастерских уже фермы готовые, вот сейчас они начнут монтироваться в поле. Значит, соответственно, друзья, это разгонный блок, по которому будет разгоняться скоростной модуль, и дальше он будет выходить уже с следующей территории. Вы, наверное, слышали интервью Антона Льдуардовича, когда он говорил у министра транспорта, энергетики Беларуси на выставке, о том, что дальше будет выходить 18 километров, и там будет дана скорость 500 километров в час. В 2017 году, конечно, скорость 500 километров в час не ставится задачу достигаться, будет скорость 100, 200, может быть, чуть больше 200, а вот 2018 год, это уже 18 километров продолжительность пути, и там выход на скорость 500 километров в час. Это, друзья, уже раскрытие всей технологии, а до этого мы будем шаг за шагом двигаться, понимая, друзья, что наши оппоненты, что наши недруги, там, люди, которые с разными позициями подходят, они всегда будут говорить. Вот до этого, недавно, такие вот засланцы, как онлайнер, писали, что 36 лет юницкий делает, мы побывали в каких-то парке, ничего не сделали. Мы специально этого деятеля пригласили на выставку и в Берлин, пригласили на выставку в Минск, пригласили там две энергетические логистики, сейчас мы его приглашаем на монтаж, чтобы он своими глазами увидел, и еще раз написал, что нет. Но такого рода люди, друзья, не подключаются к этой работе, они могут только из-за угла нагадить и потом засунуть свой язык туда, откуда они его высунули. А на сегодняшний момент работа, которая ведется, которая становится очевидным, это, друзья, для тех, кто дошел с нами до этого этапа, для тех, кто и раньше верил, и сегодня верит, просто становится очевидным. Я, друзья, просто акцентирую небольшое внимание, потому что, я думаю, не все на это обратили внимание, но Берлин показал особенно преимущество. И я могу сказать, что я просто сейчас акцентирую логику, которую именно как генеральный конструктор Юницкий сейчас заложил, то, что мы демонстрируем, и вы поймете, насколько он сделал интересные шаги с точки зрения сегодня входа и показа на рынок технологий Skyway. Вот та ферма, которую сейчас вы видите, это разгонный блок для скоростного, внизу будет подвешен городской юнибус, юнибайки, могут по этой же структуре, юнитраки, то есть то, что будут возить и сыпучие, и контейнеры. Вот, друзья, это сегодня делается, но наши оппоненты всегда будут говорить, что вот у вас эта ферма, она ничем не отличается от обычной эстакады, вот, соответственно, где преимущество технологий постоянно будет, ну, не то, что звучать критика, это то, что не дает очевидным показ технологий, хотя это делать очень важно и, соответственно, очень трудоемко. Так вот, друзья, Юницкий, как вы помните, всего 4 месяца назад начал делать легкую трассу для юнибайков, вот, а потом неожиданно продлил эту трассу, когда она туда уходит 800 метров, и вы видели уже, все опоры смонтированы, уже идет монтаж путевой структуры, а обратно юнибус и юнибайк по легкой трассе возвращаются двумя, тремя пролетами 200, 400 и 200 метров. Соответственно, друзья, когда Виктор Бабурин на, и на трансе вице-президенту Сименса сказал, что вот этот аналог городского метро, то есть наш юнибус, одна ветка, которую может перевозить 300 тысяч пассажиров в час, в сутки, друзья, 300 тысяч, это ветка метро, чтобы было понятно, причем так, даже мощнее, чем ветка московского ветра, и она может идти пролетами 200, 400 и 200 метров, он потерял дар речи, он не мог поверить, он как, друзья, у вас без моста, без удорожания структуры, да, и мы это будем показывать уже в ноябре месяце, я сейчас об этом покажу, этот монтаж сегодня идет, он сказал, я обязательно хочу увидеть, потому что то, что вы делаете, друзья, это уникально, то есть представляете, что сегодня демонстрируется, сегодня уже идет монтаж, и буквально в считанные недели, где-то к концу ноября, ну, сначала будут проведены первые испытания, они, естественно, друзья, закрыты, как вы понимаете, на испытания нельзя никому показывать, нельзя никого звать, потому что это испытание и высокосложное технологическое испытание, вот, в данном момент, вот, с выставки сейчас машины переезжают уже в наш производственный цех, и они начинают испытания в цеховом варианте таком исполнении путевой структуры, то есть вы уже понимаете, для того, чтобы худо-бедно, а Юнибайк, это тоже почти тонна машины, электромобиль, а Юнибус, это уже около трех тонн машина, с учетом, что нагрузка, когда там будет по 14-17 человек, это уже приличная нагрузка, то есть для того, чтобы это выдержать, это надо провести испытание, потому что все, что сегодня делается, делается в режиме онлайн, то есть проектируется, изготавливается, испытывается, монтируется. Так вот, чтобы вы понимали, уникальность того, что сейчас делают, просто уникальность, о том, что мы сегодня аналог московского метро, делаем мало того, что по цене более чем в 100 раз дешевле, друзья, не в 10 раз, не в 20, не в 50, а более чем в 100 раз с такой же производительностью, и второе, что эти машины позволяют перемещаться по городу, инфраструктуре с пролетами 200-400, а на следующий год, к весне, Анатолий Дарвич сказал, что уже покажет 800, а в принципе, можно проектировать даже до 3 и более километров, вот, при необходимости. Это, конечно, несколько другая конструкция. Так вот, друзья, для города сегодня это уникальная вещь, и сегодня можно четко утверждать, что уже сегодня Skyway и струнные технологии имеют решение, как полностью все города мира, соответственно, убрать проблему пробок. Просто это решение уже есть, потому что основная сегодня проблема городской инфраструктуры, либо мы строим под землей, и сегодня московское метро уже доходит до 300 миллионов долларов, либо мы делаем над землей, но тогда это эстакады, это меняется вся инфраструктура. И, соответственно, сегодня без давления на инфраструктуру можно это утверждать, и мы это уже, друзья, демонстрируем. Если вы еще это не поняли, я акцентирую на это внимание, но специалисты, которые реально это оценивали, видели, они просто были в шоке. Поэтому на сегодняшний момент очень сжатые, короткие сроки, друзья, это всего несколько месяцев, буквально меньше полугода спроектированы, изготовлены две электромашины, которые делают два принципиально новых концепта в мировом транспорте. Про юнибайки мы еще будем много говорить, сегодня не цель нашего моста, друзья, я специально акцентирую сейчас момент на смене дисконтов, на новом этапе строительства, а по юнибайкам, и у нас вебинар еще будет в среду, с Алексеем Суходовым покажем, но самое главное, в Юрмале, друзья, мы презентуем несколько определенный этап, и развитие, мы акцентируем внимание на юнибайке, я могу сказать, что это будет сюрприз для всех, вы даже не представляете, что у нас будет после Юрмала с юнибайком, точнее, как его будет восприятие, но это как раз я несколько анонсирую выступление, кто будет в Юмале, живем, увидим, остальные мы покажем в перископе, я могу сказать, что вообще в мировой транспортной логистике, в мировой транспортной инфраструктуре, это будет, ну я могу сказать, что революция, но это оставим на юнибалу. Так вот, друзья, юнибайк это уникальная машина, которая вообще дает новый концепт мирового транспорта, а теперь юнибус, друзья, который показали, это 14-местный, мы в Берлине взошли, там 17 человек, и осталось еще место, вот, это сегодня система городских лифтов, горизонтальных лифтов, которые в принципе в течение пяти лет могут убрать все проблемы пробок во всех мегаполисах, во всем. Друзья, как вы думаете, причем убрать аварийность, убрать загазованность, убрать сегодня скопление автобусов и на территории городов, и соответственно сделать их более экологически чистыми, и сделать, как вы думаете, это достойная задача, которая, компания, которая это разработала, может эту задачу решать. И соответственно, основная задача, это показать пролеты 200-400 метров, что, друзья, в конце ноября будет показано, и продемонстрировано, и сейчас вот небольшой анонс такой работы, тут много задают вопросов, а когда начнет работать эко-технопарк. Так вот, друзья, для тех, кто еще не понял, открою секрет, эко-технопарк уже начал работать, и он работает, друзья, уже год. Соответственно, он демонстрирует разные вещи для разных специалистов. То есть, для кого-то демонстрируется пересадочный узел, и когда Юницкий на презентации министру энергетики, посмотрите еще раз, репортажи Михаила Кириченко, говорит, что у нас пересадочный узел 12 на 18 метров, его способность переваливать пассажиров, то есть, те, которые могут сделать пересадку, 50 миллионов в год. Это, друзья, больше, чем Дубайский аэропорт. Министр аж переспросил, извините, сколько, сколько, он говорит, 50 миллионов. Это, представляете, Дубайский аэропорт, который находится на нескольких десятках гектар, и наша небольшая станция пересадки, которая по возможностям такая же. То есть, это, друзья, то, что дает технологии. Так вот, не для специалистов, но кто-то услышал, ну и что, что 50 миллионов? Ну, цифру сказал, забыл, не обратил внимания. Лучше скажите, когда он поедет до скорости 500 километров в час. Другие же вопросы не могут задавать. Вот, соответственно, сегодня это показывается концепт, который будет закладываться и обеспечит всю скоростную, а потом сопряженность городской и скоростной инфраструктуры вместе взятой. Но, вот этот наш Юнибайк и Юнибус, который сегодня 28 ноября начнет демонстрироваться, то есть 28 ноября будет первая такая закрытая презентация для крупного бизнеса, которым будут не испытания, друзья, показываться, не ходовые качества, чтобы вы понимали. Им просто будет показан текущий момент строительства, где уже будут отчасти готовы эти пролеты, по которым будет ездить уже Юнибайк и Юнибус. Не на всей длине, это просто начало технологического процесса, и просто получается так, что 28 ноября прилетает наш партнер, наш друг, я бы уже сказал, наш один из таких самых лучших соратников, это Род Хук, он прилетает вместе с сенатором от штата, где они сейчас разрабатывают первый адресный проект, он прилетает сегодня с двумя очень крупными инвесторами из области металлургии с Австралии, и что самое интересное, он прилетает еще с топ-менеджерами, Аурикона, это наши партнеры сегодня, с кем у SkyWay есть соглашение о совместной работе по проектированию именно станции SkyWay. Это та компания, которая сегодня проектирует самый высокий небоскреб в мире, небоскреб в Дубае. Так вот, получилось так, что эта делегация приезжает, а у нас был ряд заявок от бизнесменов Словакии, Чехии, Германии, России, которые хотели сделать такой показ и посмотреть уже реальность технологии SkyWay. И мы 28 ноября решили все это объединить, и таким образом это будет такая рабочая встреча-презентация, которую будет проводить Ротхук со специалистами Аурикона, и соответственно мы туда приглашаем ряд крупных бизнесменов, которые сегодня либо сомневаются, им надо увидеть, либо ждут момента, когда это станет реально в железе, для того, чтобы принимать решения по финансированию. Поэтому еще раз я повторюсь, что Эко-технопарк, он работает уже год, если кто не понял, и все наши демонстрации и показы, они уже были, но они были не столь эффектными. 28 ноября будет очередная, друзья, это очередная рабочая встреча, но которая уже будет показывать и от уже действующих элементов технологии SkyWay в Эко-технопарке. Вот, поэтому мы сейчас активно работаем, и у нас формируется большой пул, скажем так, потенциальных крупных инвесторов, которые сегодня входят, ну, или которые хотят войти в проект. И здесь, друзья, тоже можете подумать, если у вас есть крупные потенциальные бизнесмены, которые хотели бы поприсутствовать вместе с сенатором из Австралии, штата, анонс мы выложим, где будут топ-менеджеры, то есть вице-президент Аурикона, то есть крупнейшей инженеринговой компании, презентацию, которую будет делать Руд Хук, будет министр транспорта Индии, кстати, да, чуть-чуть не забыл, так сказать, это вот то, что Виктор проводил переговоры в Швейцарии буквально на прошлой неделе, будет бывший министр транспорта Словакии и Германии, вот, будет, ну, скажем так, это тот пул, который мы уже собираем. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые хотят поучаствовать в такого роде презентации, но, друзья, для этого надо заявиться, направить форму либо Алексею Суходоеву, либо Виктору Бабурину, с тем, чтобы мы именно делаем, как крупного инвестора позиционировали, потому что это не массовое мероприятие, мы его будем делать ограниченным по количеству, вот, потому что все-таки там прилетит еще ряд бизнесменов с французского фонда, вот, но это, друзья, уже такая отдельная работа. Вот это как отдельная работа, и мы ее анонсируем, говорим, что 28-29 ноября у нас начинается такая первая рабочая презентация, которую будет проводить Родхук и представители Аурикона. Поэтому очень важно, то есть, опять же, все, что можно будет показать для всех наших партнеров, друзья, естественно, мы покажем в Перископе, то есть я буду присутствовать, все, что можно будет снимать и показывать, мы покажем. Вот, поэтому общее представление для тех, кто может там поучаствовать, оно будет для тех, кто может туда приглашать. Соответственно, друзья, задавали вопросы, а если этот инвестор, который пригласил, он потом становится крупным инвестором, есть ли заинтересованность тех, кто его приглашает, конечно, есть, друзья, но это все индивидуальные договоренности, которые будут прям персонально оформляться соглашением с компанией струнные технологии. Вот, поэтому здесь это, опять же, друзья, то, что касается работы уже вот в восьмом периоде, в восьмом этапе. Еще раз теперь, друзья, про этапу, про смены этапов. И Инета очень грамотно рассказала, и Ирина показала весь вопрос о том, что смена дисконтов – это естественное развитие компании. И здесь, друзья, мы не раз повторяли и делали, что когда, особенно те, кто входили два года назад, там, два с половиной года назад, которые несли на себе основные риски компании, естественно, что дискаунты, и как венчурные премии должны быть максимальны. Сегодня, по мере того, как поток увеличивается, как демонстрация становится более очевидным, и технология становится более осязаемой, естественно, что желающих войти сегодня становится все больше и больше. И мы не будем загадывать, но не исключаем, потому что потенциально сегодня пул инвесторов довольно-таки высокий, и не исключено, что следующая смена этапа может произойти уже до конца этого года. То есть, вот после презентации в ноябре, то есть, 28-29 ноября, мы не исключаем, что до конца декабря восьмой этап будет закрыт. Это что значит, будет означать? Это значит, что пришли инвесторы, они выкупили определенный пакет обязательств, начинается работа по освоению и по выполнению работ, которые связаны с восьмым этапом, значит, сразу, соответственно, переходим на девятый этап. Поэтому это абсолютно закономерный процесс. Но самое главное, друзья, какую цель мы ставили, и Юницкий сегодня абсолютно реализует шаг за шагом. О том, что крупные инвесторы, крупные инвесторы, соизмеримые с миллионами, десятками и сотнями миллионов долларов, они должны входить как можно низкие дискаунты. То есть, если вначале люди рисковали 100 долларами, и у них дискаунты были тысячи, полторы тысячи, то сегодня люди, которые входят на миллионы, у них дисконты должны быть 10 и меньше. Это тоже, друзья, абсолютно, потому что кто входит в такие проекты, и у него есть возможность за год, за два увеличить свой капитал в 10 раз, друзья, это очень дорогого стоит. Поэтому это тоже, друзья, абсолютно справедливо. И как раз задается вопрос, а для тех, кто раньше вошел, для них какие-то преференции будут? Здесь Инета абсолютно четко и правильно показала, что в каждом этапе будет обязательный пакет, который будет для, ну, как мы их называем, ветерана Skyway уже. Когда им можно, выкупая небольшой пакет, соответственно, чтобы у них увеличивался весь пакет, который накапливается с самого начала. То есть, вы покупаете на какую-то сумму, то есть, ну, вот пакет вы видели, и на 3% накручивается, увеличивается весь пакет, который у нас есть. Естественно, что это интересно. Крупным, тем, кто уже имеет крупные пакеты с самого начала, это как дополнительный бонус и дополнительное вознаграждение людям, которые пришли в самом начале, вот, которые сделали небольшие инвестиции, а сейчас просто вот этими пакетами могут постоянно их увеличивать. Это, к слову о том, что забываем ли мы, не забываем. Нет, друзья, на каждом этапе, для тех, кто вошел на первых этапах, вот такие подарки будут обязательно. Я считаю, что когда вы там за 200-300 долларов можете купить там под сотни тысяч акций, то это дополнительно, причем, которые будут вам насчитываться на весь пакет, это, друзья, достойное, скажем так, поощрение или достойное уважение к тем, кто пришел на ранних стадиях. Но, тем не менее, друзья, я могу сказать, те, кто и на седьмом этапе входил, и на восьмом этапе, друзья, дискаунты в 230 с точки зрения финансового рынка, это, друзья, очень достойное и вознаграждение, и дискаунты, тем более, когда технология становится очевидна. Поэтому, друзья, это очень сейчас такой показательный момент. Мы с вами, видите, каждый день видим, что происходит, как идет демонстрация. То есть уже нельзя сказать, что технологий нет, потому что машина существует. Уже нельзя сказать, что поставили столбы, и они там будут стоять до скончания века, потому что идет путевая структура. Уже намечены сроки, когда начинаются ходовые испытания. Я могу сказать, что рабочие моменты, то есть по испытаниям путевой структуры уже идут в цехах. Но это, друзья, как раз показывать абсолютно ничего нельзя. Это скрытая работа, хотя бы в том плане, с точки зрения безопасности. Вы же понимаете, там все делается впервые, все делается уникально, с высокими напряжениями по стали внутри. Поэтому надо сначала отработать, сделать безопасно, отработать технологии, только после этого монтировать в экотехнопарке, после этого делать пробные прогоны, и только после этого это можно кому-то показывать. Друзья, если вы этого не понимаете, но тогда обессудьте, мы будем показывать именно так. Поэтому, естественно, что всем хочется, давайте все сразу увидеть, и чтобы мы до конца нового года, 16-го года, увидели скорость 500 км в час, и заказы на сотни миллиардов долларов. Конечно, друзья, мне тоже этого хочется, но давайте подходить к этому реально. То есть этапы расписаны, 15 этапов их никуда не выбросить, и, соответственно, мы, как и говорили, идем в графики. Я вчера, когда появились фотографии монтажа, я специально написал в чатах, что, друзья, обратите, дата 14 октября, то есть, как говорили, что в октябре будет монтаж и начало ходовых испытаний, вот точно так же это все, друзья, и будет. Значит, в ноябре, как мы говорили, будет показ первых уже демонстраций возможностей технологии, а 200 и 400 метров, друзья, об этом еще никогда не говорили. То есть это некий такой сюрприз. Вот, соответственно, это, друзья, тоже все происходит и делают. Поэтому, друзья, если, скажем так, подводить черту и говорим, что проект на сегодняшний момент, он выходит уже из стадии, когда он очевиден и понятен только людям, которые в нем находятся, или кто верит в этот проект, сегодня он становится более очевидным для уже не специалистов, он становится очевидным, что да, монтируется путевая структура, даже кто не знает, что это такое, да, по нему уже начинает что-то ездить, даже не понимая, что это есть. Ну, а когда специалисты будут, друзья, я просто могу сказать, впадать в ступор от того, что им будет продемонстрировано, это просто будет анализ и оценка того, что если вы сами не понимаете, вы посмотрите, как это оценивает, допустим, первый вице-президент Сименса, или бывший министр транспорта Австралии, или министр транспорта Индии, или министр транспорта Словакии. То есть это специалисты, которые в состоянии оценить то, что они видят. Потому что, к сожалению, друзья, очень многие и наши партнеры, и наши оппоненты, они даже не в состоянии оценить то, что они видят. Они вроде видят, пожимают плечами, говорят, ну и что? Ну, подумаешь, узел пересадочный на 50 миллионов человек. Ну и что? Ну, что тут можно сказать, друзья? Ничего. Соответственно, об этом можно дальше не разговаривать. И еще одна, друзья, тоже такая у меня каверзная месть. Вчера мне тоже позвонили там, мы по онлайнеру как раз говорили, и готовим мы сейчас к ним и иск по защите чести и достоинства, потому что они реально сделали очень такую плохую вещь с точки зрения, даже не самой статьей, а они всколыхнули вот эти низменные дебилоидов, которые просто начали писать, начали там кричать, начали, что Юницкого надо посадить, выгнать, полигон снести. То есть вы понимаете, что они сами-то не очень глупые люди, а вот всколыхнули они людей, которые не совсем психически... Так вот, друзья, я сам это уже делаю, ну, просто вот там к Андрею обращаюсь, там Олегу Иванову, то есть те, кто, друзья, ну, активно сейчас работает в интернете, выкладывает новости. Я вас просто прошу, поставьте онлайнер в рассылку наших новостей, чтобы все, что сейчас выходит, просто посылать им на сайт. Если они будут банить, давайте менять аккаунт и каждый день им посылать новости о том, что происходит в Skyway, чтобы эти засранцы знали, о чем они пишут, что они делают. И второй момент, мы найдем сейчас координаты вот этого писателя, который написал, ему тоже надо персонально поставить в рассылку новости. И, соответственно, у них будет время до конца ноября, если они все-таки, исходя из того потока новостей, который идет, они осознают, что они сделали, и напишут статью после посещения всего руководства Белоруссии о том, что всех посещений и на трансе, о том, от всех отзывов специалистов, которые прошли, они найдут в себе мужество написать другую статью, тогда будем считать, что мы квиты, то есть мы друг к другу относимся к уважениям. Если до конца ноября они не напишут больше никакой статьи, мы их заставим сделать это через суд, просто через суд. Мы тогда пойдем в суд, покажем суду, что сделано за два месяца, после которого они написали эту статью, и заставим их написать опровержение, чтобы они просто описали то, что произошло после их статьи, любыми словами. Вот это, друзья, поэтому давайте сейчас поставим их в рассылочку. Кстати, есть еще два деятеля, я их пока сейчас называть не буду, которые тоже очень здорово сейчас по старым делам выносят мозги и инженеру юницкому, и компании, еще, так сказать, это. Их тоже надо, друзья, как вот поставить в рассылочку, пускай читают новости о том, что происходит в Экотехнопарке. Без комментариев, друзья, мы относимся к ним с уважением, к онлайнеру мы относимся с уважением. Ну, пока, во всяком случае. К этому Писаки, который писал тоже, хотя я с ним целый день провел вот так вот. Но я хочу, чтобы он каждый день теперь знал новости о том, что происходит в Экотехнопарке. И пускай после этого говорит, что там ничего нет. Соответственно, это, друзья, я тоже считаю, будет такой правильный момент. Если не проймется, ну, тогда через суд, друзья. Тогда надо их выставлять, все-таки уважать и заставлять все-таки писать правду, а не только заказные статьи. Ну, вот, друзья, это то, что касается этого, скажем так, этой работы и этого направления. Поэтому давайте, друзья, еще раз я вас всех поздравляю с переходом с седьмого этапа на восьмой этап. Это всегда очень важно, это всегда очень интересно и полезно проводить, что, друзья, мы с вами это прошли. И я не могу передать, друзья, свои эмоции, я не могу передать свои чувства. Потому что, когда вот я был в Берлине, ко мне там подходит один наш коллега и говорит, как вы себя ощущаете, вот когда вы стоите возле Юнибайка, возле Юнибуса, после стольки лет там работы, после стольки лет продвижения в проекте, друзья. Ну, я говорю, ну, это описать, конечно, тяжело, но как может ощущать себя человек, у которого сбывается мечта? Я говорю, ну, наверное, очень довольный. Я говорю, наверное, более довольный в этой ситуации, ну, наверное, только Юницкий, потому что у него сбывается мечта всей его жизни. Он видит, как это воплощается, он видит, как сегодня это происходит, он видит сотни тысяч сторонников, которые сегодня есть по всему миру, он видит сегодня признание специалистов высочайшего уровня, которые признают его именно как инженерный гений, который сегодня делают. Друзья, конечно, это дорогого стоит, но я хочу еще одно акцентировать внимание, специально это выделил как пункт сегодня. Не думайте, что это сегодня проходит как какая-то такая розовая полоса, что все здорово. Это, чтобы вы понимали, для Юницкого, для конструкторского бюро дается неимоверной работой, просто неимоверной. И на транс, когда каждый час считался до отправки, когда все делалось с колес, когда работали в круглосуточном режиме, в прямом смысле 24 часа в сутки абсолютно, это было последние три месяца такая работа, это, друзья, конечно, и может оценить и понять только тот этот, кто видит изнутри. Те, кто это, друзья, в это не верят или относятся к этому, это все равно. А для тех, друзья, кто являются нашими партнерами, для тех, кто с уважением относятся к команде, кто организует эту работу, лично к Анатолию Эдуардовичу и Юницкому, я могу сказать, что, друзья, это крайне сегодня напряженная и тяжелая работа. И так как я сейчас общаюсь очень плотно и очень много, практически каждую неделю бываю в Минске, поэтому я могу сказать, что тот монтаж и то изготовление, которое сейчас идет, особенно те темпы, которые сегодня задали, вы же понимаете, что мы не можем затягивать сегодня, то есть Юницкий не может позволить себе отложить какие-то решения там или демонстрацию технических вопросов на два, на три месяца. И здесь, как всегда, это сложнейшая инженерная работа, здесь есть и человеческий фактор, когда ошибаются исполнители, здесь есть технологический брак, где не изготавливается и поставщики, именно подрядчики изготавливают не то, что идет по первоначальным чертежам, идет переделывание, идет изменение. То есть, друзья, это не просто стройка, это инновационная стройка того, чего нет в мире еще в принципе. Поэтому я с большим, ну скажем, таким уважением, я всегда относился к Юницкому очень с точки зрения профессиональной, скажем так, работы, с большим уважением, но то, что сегодня он делает, друзья, как генеральный конструктор, именно руководитель проекта, это очень дорогого стоит. К сожалению, за все за это надо платить именно своим здоровьем, за все это надо своими нервами, поэтому наша задача это сейчас, чтобы этот процесс пошел и максимально оградить его от всей вот этой внешней среды и белоберды, которая есть. К сожалению, Анатолий Иванович очень реагирует, и нельзя к нему по-другому относиться, вот к такого рода критике, причем, я могу сказать, неконструктивной критике, когда просто льют грязь ради того, чтобы вылить. Вот, он как чувствительный человек, как талантливый человек, он относится к этому очень, соответственно, ну, скажем так, болезненно. Поэтому я не зря про вот этот онлайнер, еще ряд деятелей, которые сейчас пьют кровь там, как бы, сейчас, наверное, подошло время, когда мы общим нашим коллективом, мы нашей интеллектуальной мощью, а я думаю, что если мы подумаем тут вот с Андреем, с Олегом, с Ивановым, еще несколько ребят, которые подключатся, я думаю, что мы придумаем такую вещь, как можно защищаться от таких людей, как им сейчас, они думали, что они написали и забыли, так нет, друзья, может быть, они и забыли, мы не забыли, и никогда не забудем. Я могу сказать, что мы можем сейчас придумать и запустить несколько таких вещей, от которых у них жизнь будет уж не такая сладкая, как она им кажется на первый взгляд. Вот, ну, это тоже, друзья, как отвлечение, как отвлечение. Ну, вот, друзья, смотрите, мы час двадцать уже работаем, я считаю, что, опять же, в таком приподнятом настроении, вы заметили, наверное, уже, какое настроение было у всей команды в Берлине, какое настроение было в Белоруссии, у инженеров, все, потому что, друзья, ну, ничего более интересного и счастливого для команды, которая создает, как увидеть то, ради чего все собрались и ради чего это работает. И у нас, друзья, сейчас вот именно каждый период, каждый этап, каждый день фактически приносит что-то новое. То есть сейчас вы просто будете в неевомерном темпе видеть, как будет строиться, как начало ходовых испытаний, и все это, друзья, уже идет считанными днями, это идет считанными неделями. Поэтому здесь, друзья, теперь уже два дня осталось до смены дисконта, поэтому кто еще эффективно их сможет использовать для работы, друзья, всегда просим, но основная наша цель и задача это уже подвести итог, все, друзья, седьмой этап закончен. Осталось два дня, это просто для того, чтобы сейчас подбить хвосты, для того, чтобы что-то не успел что-то сделать, там, это не по принципу, хватай мешки, вокзал отходит, ничего страшного не происходит, мы переходим на восьмой этап, и он, друзья, начинает развиваться так же стремительно, потому что, как вы видите, Юрмала, в Юрмале мы вам еще, то есть, как я обещал, мы продемонстрируем вам просто сногсшибательные, я могу сказать, возможности юнибайка, которые вы даже не представляете, что это будет такое, потому что никто не представляет. Соответственно, будет начало демонстрации ходовых испытаний, потом пролеты, которые будут постоянно увеличиваться, 200 метров, потом 400 метров, потом начнется проектироваться и показываться 800 метров, потом полтора километра, и это, друзья, процесс, который сейчас, ну, уже идет, и мы с вами, соответственно, в этой работе. И здесь, чтобы вы понимали, как партнеры, что даже восьмой этап, где дискаунты будут от 190 до 230, с точки зрения бизнеса, друзья, это все равно крайне привлекательное. То есть, когда вы будете объяснять и показывать, что технология уже демонстрируется и работает, то подход у всего бизнеса будет к этому совсем другой. И здесь, друзья, уже тот поток новостей, тот поток работы, который сейчас идет, он говорит сам за себя, понимаете. И здесь, опять же, как Инета уже сказала, я просто подводя итоги могу сказать, что рассрочки, они будут сохраняемы, на каждом этапе будет свой пакет, естественно, что не будут повторяться. Те, которые взяты раньше рассрочки, они будут продолжаться, друзья, до самого конца, пока вы их не уберете, это тоже обещание это будет. И, соответственно, даже если будет там в ближайшее время, ну, допустим, до конца года закрыт вход с приходом крупных инвесторов, те рассрочки, которые взяты, они будут продолжаться и они будут все равно существовать и дальше будут идти. Потом еще, друзья, тоже не знаю, кто запускает такую мульку, что все, краудинвестинг завтра, это все, команды будут распускаться, вы никому не нужны. Нет, друзья, наоборот, я могу сказать, что мы всегда это повторяли, говорили, что краудинвестинг – это мощнейшая сила, мы с вами отработали и создали мощнейший краудинвестинговый инвестпроводящий механизм. Дальше он будет конвертироваться в инвестиционный фонд, дальше будет адресные проекты, которые можно будет инвестировать. Но что самое главное, друзья, инженерная школа, которую создал Юницкий, у него есть целый пакет инноваций, причем Skyway – это мощный, это локомотив, но есть еще ряд очень интересных технологий, которые также по принципу краудинвестинга и с не меньшими дискаунтами будут выводиться. Поэтому, друзья, здесь вы можете четко понимать, и здесь мы вам просто обещаем, что на ближайшее время и структуры, которые мы создаем, и людей, которые мы привлекаем, и люди, которые вошли в орбиту Skyway, у них на ближайшие, ну, я думаю, что 10, 15, 20, 50 лет хватит работы. И здесь буквально со следующего места мы начнем показывать следующие горизонты. Поэтому, друзья, не переживайте, я могу сказать, что работы у нас всех по развитию Skyway, а потом следующих технологий, которые сегодня Юницкий готовит уже к запуску, у нас более чем достаточно. Поэтому эта работа имеет начало, но она не имеет конца. И что самое приятное, друзья, что сегодня мы с вами дошли до того этапа, когда мы с вами можем друг друга поздравить с промежуточными результатами. Это, друзья, промежуточные результаты. Это просто очередной шаг. Но очень приятно, что мы с вами смогли это сделать. Очень приятно, что мы с вами собрались вокруг мощной идеи, мощного лидера, вокруг мощной команды. И сегодня у нас, друзья, в этом плане все получается. Ну вот, друзья, давайте. Я считаю, что мы седьмой этап отработали очень хорошо. Я абсолютно уверен, друзья, что восьмой этап у нас будет более плодотворный. Мы будем с вами видеть, то есть изначально сказали, что сегодня 14 число, а мы уже превосходим все предыдущие месяцы по такого рода поступлениям. Это говорит о том, что инвесторы идут, инвесторы верят, программа развивается, работа идет, и это, друзья, самое главное. Поэтому я очень рад, это уже от себя лично могу сказать, что я работаю в такой команде сейчас, профессиональной, энтузиастов, которая горит своим делом. То есть я сам практически сейчас только одну неделю в месяц стараюсь, потому что все-таки отдыхать надо, потому что невозможно. Вот эти все конференции, встречи, это все-таки очень большая нагрузка, друзья. Очень. Это кажется, что все весело, что все хорошо, но эти конференции нужны для того, чтобы ответить на все вопросы. И там не скажешь кому-то «до свидания», там придите, послушайте на вебинар. Поэтому, как вы видите, и на стендах, и Ротхук, вот мы в Берлине были, Виктор Бабурин, Анастасия, да все, кто потом, наш директорский весь состав, все отрабатывали просто на 100%. И я думаю, что недовольных и тех людей, которые пришли с вопросами и не получили ответов, таких не остается. Поэтому у нас сейчас целая серия конференций. Вот на следующей неделе Юрмала будет интереснейшая, европейская конференция, съедется очень много лидеров. Потом у нас будет в ноябре 26-27 Самара. Потом оттуда мы прям всем составом перемещаемся. Минск 28-29 будет вот эта презентация для состава. Еще в промежутке перед этим Алексей сейчас, видите, он в телемосту не участвует, он сейчас презентует нашим партнерам в Германии. То есть это вот наша такая ежемесячная. И немцы очень активно сегодня подходят. У нас сейчас лидеры Чехии и Словакии по именно инвестициям. Но со следующего месяца мы ожидаем, что Германия и Австрия очень активно будут включаться за лидерство в инвестиции. Поэтому еще в промежутке будет большая презентация в Испании, в Фальма-де-Майорке. То есть я тоже оттуда обязательно сделаю прямое включение. Там тоже собираются пол крупных инвесторов, которые сегодня есть. Поэтому, друзья, это такая текущая работа, которая позволяет утверждать, что Экотехнопарк в восьмом этапе будет также активно развиваться, что мы покажем все технические возможности, которые есть. Мы реально подойдем уже к заключению адресных проектов и финансированию уже через предоплаты за счет адресных проектов. Это, друзья, как раз то, что мы ожидаем, начнется в восьмом этапе, а в девятом-десятом этапе это уже просто будет очевидным, и это будет такой активно развивающийся процесс. Поэтому, друзья, давайте на вот этой ноте. Сегодня выходной день. Спасибо, что вы были с нами. Это инвестиция вашего времени. Я думаю, друзья, что мы вас не разочаровали. Во всяком случае, мы все сделали очень серьезное большое дело. И, как всегда, у нас где-то через две-три недели будет еще один промежуточный телемост. Мы договорились, что будем делать его где-то в две-три недели. Соответственно, когда вы всегда будете видеть... Естественно, я абсолютно уверен, что следующий телемост у нас будет идти весь вокруг прихода определенной группы инвесторов и вокруг демонстрации того, что происходит в экотехнопарке. Ну все, друзья, спасибо за внимание. Как всегда, строй Skyway, спасай планету. Все, друзья, до новых встреч. Немного осталось людей, которые бы совсем не слышали о Skyway. Однако даже те, кто что-то знает, полагают, что это нечто далекое, фантастическое, не имеющее лично к ним никакого отношения. Мы расскажем о технологии Skyway и ее применении, чтобы всем стало ясно, что это дело касается каждого из нас. Что же такое Skyway? Это проект транспортной системы, основанной на применении рельсов особой конструкции, располагающихся над землей. По сути, это похоже на метро, только не подземное, а надземное. Именно такое решение позволит качественно решить проблему перемещения людей и грузов по всей планете. Существующая транспортная система – это самое опасное изобретение за всю историю. Она убивает человека, разрушает почву, загрязняет воздух тяжелыми металлами и ядовитыми веществами. Поднятие путевой структуры над поверхностью Земли исключит столкновение подвижного состава с различными помехами и живыми существами и позволит обеспечить максимальный землеотвод под дорожную инфраструктуру. Транснет станет не только транспортной, но и коммуникационной сетью, по которой эффективно, безопасно и экологично будут перемещаться пассажиры, грузы, энергия и информация. Поэтому сеть Транснет будет настолько эффективной, что способна будет окупить свое создание уже только за счет своей многофункциональности. Струнный транспорт полностью разрабатывается в соответствии с требованиями стандартами ООН, ЕС и Российской Федерации. И Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта юнитского инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. Создателем струнной технологии, положенной в основу Skyway, является ученый-изобретатель Юницкий Анатолий Эдуардович. Почти 40 лет он работал самостоятельно. Но для проведения тщательных конструкторских расчетов и ускорения работы над проектом на базе группы компаний Skyway было создано одноименное проектно-конструкторское предприятие. Сегодня здесь работает около 170 конструкторов, дизайнеров, архитекторов, и штат предприятия постоянно увеличивается. Разработано 4 вида транспорта – легкий, городской, грузовой и высокоскоростной. Городской Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная городская эстакада, юнибус, транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Пассажирский транспорт может быть навесной и подвесной. Высокоскоростной Skyway комплекс – это высокоскоростная междугородняя рельсо-струнная транспортная эстакада, высокоскоростной междугородний подвижной состав на стальных колесах и транспортная инфраструктура, включающая пассажирские станции. Грузовой Skyway комплекс – это рельсо-струнная транспортная эстакада. Грузовой подвижной состав Юникар и инфраструктура, включающая автоматизированные погрузочные и разгрузочные терминалы. Может быть подвесным и навесным. Легкий транспорт Юнибайк – минимизированное подвесное колесное транспортное средство на стальных колесах с возможностью движения от мускульной силы пассажиров в дополнение к бортовым и внешним источникам энергии. Первостепенной задачей для всех нас является завершение строительства демонстрационно-испытательного комплекса технологии Skyway «Экотехнопарка» и осуществить сертификацию. «Экотехнопарк» – действующий промышленный образец технологии Skyway. В нем будут представлены тестовые участки трех видов транспортно-инфраструктурных комплексов. В конце 2016 года в Берлине прошла международная ярмарка транспортной техники и транспортных систем «Иннотранс», участником которой являлась наша компания. На выставке были представлены два промышленных образца подвижного состава Skyway – «Юнибус» и «Юнибайк». Также на нашем стенде можно было увидеть мотор-колесо и охранный модуль, который предоставляется потребителю в составе интеллектуального ограждения. Уникальные экспонаты вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Выставочный стенд Skyway стал одним из самых популярных на выставке «Иннотранс-2016» и вошел в топ 60 самых посещаемых из 4000 стендов. По общему мнению специалистов из разных стран, все представленные технологии являются инновационными, уникальными. По мнению Криса Принципи, американского финансового эксперта и владельца журналов «Financial IT» и «FinFuture», технология Skyway может стать своеобразным интернетом транспортной сферы, соединив в себе не только передовые инженерные наработки, но и важные инструменты влияния на социальную сферу. Улучшение финансового положения граждан за счет снижения стоимости грузовых и пассажирских перевозок. Выставка «Иннотранс-2016» ознаменовалась рядом важных встреч, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных компаний, работающих на рынке транспортных услуг. По словам заместителя генерального директора по развитию Skyway Виктора Бабурина, заинтересованность проявили представители индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии, Филиппин и других стран. По итогам выставки можно с полной уверенностью заявить, что транспортный мир принял небесные дороги Юницкого, и в скором времени дороги Skyway начнут строиться по всему миру. Многие мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов – от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого.